Ветеран Великой Отечественной войны Циля Филипповна Самблер рассказывает, уборку закончили буквально на днях, а вчера, спустя три недели после коммунальной аварии, впервые удалось полноценно принять ванну. Разбит был весь пол под ванной, они подняли ванную, прежде чем сделать этот ремонт. Очень много, всю плитку подняли, много было цемента сухого. В общем, они все это после того, как сделали, они все убрали, весь мусор крупный, все плитки, цемент, все они в мешки убрали, все вынесли, закрыли у меня ванную, сделали заглушку. Я считаю, что нормально сделали, и можно было это сделать еще 29 апреля, и не мучить меня три недели вот этой грязью, вонью. На самом деле, все это время вода в квартире пенсионерки была, только пользоваться ванной было невозможно. Засорился канализационный стояк, первый визит слесарей был 28 апреля. Тогда бригады из трех человек диагностировали засор стояка, обещали отремонтировать через две недели и, разумеется, не бесплатно. После выхода в эфир нашего сюжета все та же бригада управилась за два дня. Работы, которые были произведены в квартире жительницы, были достаточно серьезные, то есть засор сразу и быстро устранить не удалось. Пришлось разбирать полы и вырезать кусок трубы, менять ее, и вот такие вот достаточно серьезные работы были проведены в квартире. Обычно вообще такие работы на совести жителя, поскольку частные собственности, это не входит в компетенцию, это управляющая компания, и житель за свой счет должен производить подобные работы. Но наша жительница, она участница Великой Отечественной войны, поэтому для нее это было сделано все бесплатно. Справедливости ради стоит отметить, что в соответствии с законодательством в перечень бесплатных услуг входит устранение аварий и ремонт общедомовых коммуникаций. В народе их называют вертикальными. Все, что находится в квартире, собственник ремонтирует за свой счет. При представлении коммунальной услуги не надлежащего качества, в том числе с перерывами, превышающими установленную продолжительность, потребители вправе по истечению срока представления коммунальных услуг обратиться за перерасчетом. Если работа выполняется на системах, которые уже не входят в состав общего имущества, да, здесь как бы возможны варианты, что работы будут выполняться за дополнительный плат. Но если работа выполняется на общем имуществе, и данные работы, аварийное обслуживание входит в состав минимальной перечень работы, то в данном случае работы должны выполняться за счет общей платы за содержание ремонта жилого помещения. Как поясняют специалисты, если у собственника жилья возникают вопросы по работе домоуправляющих компаний и качеству ее выполнения, то следует обращаться в жилищную инспекцию Нижегородской области. А ветеран Великой Отечественной войны Цилли Филиппина Сандлер теперь верит в волшебную силу телевидения. Коммуникации отремонтировали только после вмешательства нашей съемочной группы. Жаль, что человеку преклонного возраста для устранения банальной коммунальной неполадки пришлось обращаться к журналистам, хотя это обычная работа для сотрудников ДУКа. Анастасия Рябваля, Климин и Сергей Пермовский. Объективно, ННТВ.